Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Елена и вы на канале в гостях у Ленки Пенки. Сегодня мое видео будет посвящено фикусу каучконозному. Я проводила с ним эксперимент и обрабатывала один срез. Если быть точнее, это был не срез, а именно когда у меня подсох листочек и пока еще было свеженькое место, где листочек отвалился, я его помазывала все-таки не новой пастой. То есть я не целенаправленно свежий лист отламывала, а именно ждала. То есть я подготовилась, приготовила пасту и просто каждый день ходила за ним и наблюдала. Упадет, не упадет, упадет, не упадет. Как только он упал, я тут же пасту схватила, телефон и думаю, сейчас я проведу эксперимент. И видео я уже показывала, когда у меня именно прогресс начался. То есть я иногда снимаю видео, если я не вижу прогресса, если я вижу, что мой опыт неудачен, я не выкладываю видео, соответственно, вы этого не видите. Может быть, поэтому у меня иногда застой из видео происходит, так как эксперименты я провожу, пробую что-то новое, но они не всегда удачные. Неудачные видео я не выкладываю. Смысл выкладывать видео, выложил и сказать, вот посмотрите, как я сделала и не делайте так. То есть как-то глупо выглядит, поэтому мы это убираем в сторону. Итак, давайте посмотрим, что же у нас происходит с нашим фикусом. Берем вот этот отводок. Напомню, он у меня раньше стоял на окне, и я его целенаправленно отломала, потому что он уперся полностью в потолок. И я решила, что обломаю этого высоты достаточно, но не тут-то было. Вот они, части, которые обломаны. Он отлично пошел дальше. И он теперь у нас растет-растет. Потерял он всего вот здесь один листочек за этот период. Сейчас он вытянулся вверх. Вот здесь у нас на данном моменте он растет. Эта часть мягкая, видите, легко гнется, а значит новые листочки у нас возможны. Выглядят они вот так, красивые, зеленые. Есть, конечно, желтый, это вполне естественный процесс. Следующий, вот здесь по центру, у него тоже. Давайте обратим внимание. Я надеюсь, камера зафиксирует, что вот он. Видите, он тоже хорошенький такой. Единственное, что, видимо, в процессе роста не всегда хватает витаминов. Вот, листочек плохо развивался. Видите, как подломаны. Вот, у него, значит, прошел процесс в развитии. Что-то пошло не так. Может быть, витаминов не хватило. Может быть, света не хватило или еще что-то. Тут нюансов масса. Вот он у нас какой вырос за этот период. Вот так вот он выглядит, как вы видите. Далее этот отводок. Здесь у нас скоро потеряется вот этот листочек. Он стал желтеть. И вот этот листочек, он стал желтеть. Здесь у нас тогда был отводок. Вот он. Он как бы так и остался в той же паре. Ничего не изменилось полностью. А здесь он пошел, пошел, пошел. Этот листик, кто смотрел в курсе, я пересаживала и зацепила. Неузначай. То есть сломался, к сожалению. А здесь у нас вот буквально пару дней назад появился новый листочек. Как вы видите, он еще яркий, такой сочный, зеленый. А здесь вот он дальше будет расти. У него светленький кончик. Это отчасти неправильное освещение. У меня на солнечной стороне он стоит. И жалюзи пластиковые, горизонтальные. То есть представьте, вот стоит жалюзь. Как они? Вроде ты закрываешь их все. Но между пластинами бывает просвет. И этого было достаточно, чтобы вот так вот опалить. Он был развернут полностью, получается, на 180 градусов. И как-то так неудачно прислонен, видимо, к жалюзи. Что вот прям вот как попали жалюзи, вот так вот ему прожгли бедненькому. Когда я это увидела, поняла и убрала подальше. Больше близко к окну я не ставлю. Прям вот непосредственно к окну. Хотя бы чуть-чуть, но расстояние есть. Далее, что еще хотела бы вам показать. Давайте спускаться вниз. Здесь у нас на стволе ничего нет. Нет, нет. А вот, собственно, и наши отводки. Вот какие-то у нас получаются. Здесь давайте покажу. Свеженькие. Свеженькие. И свеженькие. Растут потихоньку. Вот они как выглядят. Симпатюлечки. И, знаете, вот еще вам покажу. Вот что-то появляется. Пока я еще не знаю. Он маленький. И, собственно, я его увидела только сейчас, когда приготовила. Решила снимать видео. Так как он в другую сторону у меня, в принципе, повернут. Я этого не видела. Что-то вот есть здесь еще вот это. Но пока это неизвестно. Может быть, это просто как шип. Иногда у него растут. Вот так чисто внешне больше никаких изменений не произошло. Будем надеяться, что там внизу у нас будет расти что-то. Здесь у меня был отводок. Но, к сожалению, он погиб. Хотя был большой. Почему погиб, объясняю. Решила провести летом эксперимент. Мы построили пристройку к дому. И я выставила его в пристройку. Там была влажность. Солнца достаточно, но помещение влажное. И он у меня просто этот листик. Вот этот не листик, а отводок. Полностью весь засох махом. Буквально за неделю. То есть, явно цветку там не понравилось. Я это увидела. Забрала его в дом. И все. Больше я в пристройку его не выставляла. Хотя там огромное окно. Хорошее освещение. Но, тем не менее, ему не понравилось. То есть, я это увидела. И сразу же его забрала. Больше я такие эксперименты стараюсь не ставить. Что касается, люди некоторые высаживают в открытый грунт на лето. Я пока не рискую. Так же, как и не рискую. Даже просто его в таком горшке оставлять на улице. Ибо у нас очень жарко. Он может сгореть. Поэтому пока вот на данном этапе вот такое вот у нас развитие. Такие красивые у нас листочки. В принципе, он симпатичный у меня. Середина вот хромает. Но, если эти детки у нас пойдут вверх, то он будет довольно-таки огромный. На этом, собственно, и все. Всем спасибо. И до новых встреч, дорогие друзья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok